Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии открылось региональное управление спецсвязи. Предприятие имеет статус стратегического и является фельдъегерской службой в структуре Министерства цифрового развития. Все необходимое для работы сотрудников было подготовлено еще в конце прошлого года. И вот теперь при участии руководителей Республиканского цифрового ведомства и Южного регионального управления спецсвязи был дан официальный старт. В приоритете совершенствования системы взаимодействия, повышения экономики, доставка секретных и ценных отправлений, опасных грузов, наличных денег и многого другого. Управление открыли. Обеспечен у нас сегодня полный цикл работы. Уже с нового года оно работает. Но не было никакой формальности оформления документальной базы. Эта база уже у нас имеется. В полном объеме все лицензии получены. С правительством Карачао-Чешской Республики взаимоотношения хорошие и прекрасные. Все, что нужно было предоставить с их стороны, они представили. Добрый путь данному управлению и на долгие годы работы в Республике. Увидела свет новая книга известного общественно-политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории Карачао ученого электротехника Исмаила Алиева. Титанический труд, историко-географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимыча впервые детально приводится описание ландшафтов аула, его достопримечательностей, древней, драматической, а порой трагической истории. Также в книге содержатся имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. О своем издании автор рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Пресловуто банальное выражение «талантливый человек талантлив во всем» как нельзя, кстати, подходит к автору книги «Хурзук». С точки зрения обывателя тут сошлось несочетаемое. Хотя Исмаил Ибрагимович своей богатой творческой жизнью опровергает все аксиомы. Исмаил Алиев – первый в истории Карачая ученый-электротехник. Он автор около 200 научных трудов и изобретений в области электротехники, а также несколько десятков книг по различным отраслям знаний – электротехники, этнополитики, филологии, истории и поэзии. Его учебные пособия для студентов вузов с грифом Минобразования Российской Федерации используются в технических вузах России и ближнем зарубежье. Профессор Алиев отдал преподавательской деятельности в вузах СССР и России более 40 лет. Он является почетным работником высшей школы России. Что касается книги «Хурзук», идея ее написания появилась, по словам автора, совершенно случайно. А сам «Хурзук» Исмаил Ибрагимович романтично называет своей большой любовью. «Хурзук» – это моя самая большая любовь из всех населенных пунктов, начиная от Москвы, где я жил 25 лет, и кончая вот в Черкесском, где я тоже очень был. «Хурзук» – это моё самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В «Хурзуке» я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад, каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, профессор, мы проводились в семье в «Хурзуке». Вот это, поэтому это моя любовь. Сначала он мне нравился, мне, «Хурзук», потому что это отцовский аул. Потом к «Хурзуку» привязались мои дети, потом «Хурзук» полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к «Хурзуку». Аул «Хурзук» – одно из самых древних поселений не только Карачаева Черкесской Республики, но и всего Северного Кавказа. Он расположен в живописнейших горах под Эльбрусом, у самых истоков реки Кубань. Книга «Хурзук» – это историко-географический очерк. Как было сказано выше, это титанический труд. По словам автора, информации по «Хурзуку» было совсем мало. Но тем не менее, Исмаилу Ибрагимовичу удалось собрать обширнейший материал. Книга состоит из множества глав. Это и хурзукский ландшафт, и его растительный и животный мир, его история, древние жилища и, конечно, хурзукские достопримечательности. В книге впервые представлен наиболее полный список имен и фотографий известных хурзукчан и участников Великой Отечественной войны. Я, в общем-то, обошел горы Карачаи от Архыза, от Лабы и до Эльбруса. Но, повторяю, да, у нас везде потрясающе красивые горы. Но хурзук – это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения, хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архыз идеальный. А хурзук и не Домбай. А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на хурзук, то хурзук находится в центре, откуда ответвляются во все стороны, с севера начиная на юг и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Без сомнения, эта книга представляет большой интерес, так как она ориентирована на широкий круг читателей, любителей природы, древности и путешествий. Была Джозаева Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Коммунистическая партия Российской Федерации и региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» в Ногайском районе организовали мероприятие, посвященное яркому весеннему празднику. На торжество пригласили семьи военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. Альбина Ламкова продолжит тему. Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Сыновья, мужья истинные патриоты своего отечества, готовые всегда встать на защиту Родины. В этот момент невозможно словами описать то, что переживает сердце матери. Жены, любимой женщины в тревоге за своих близких. У Батакоса Жимогуловой муж сейчас в Сирии. Она старается не унывать и с оптимизмом смотрит в будущее. Я желаю терпения, сил, чтобы наши мальчики вернулись все оттуда поскорее. Спасибо большое тем, кто нас поддерживает в такое тяжёлое время. Родственники военнослужащих поблагодарили гостей за оказываемую поддержку и внимание, а также всех неравнодушных жителей республики, которые вносят благотворительные взносы. В свою очередь, со словами глубокого уважения и признательности к матерям и супругам, обратились и организаторы мероприятия. Пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пригласили сюда с каждого района по два человека, маму или жену, кто там есть у них. Каждый из них достоин того, чтобы мы обратили на них внимание. Такое маленькое, это то, что мы можем для этих людей сделать. Мы считаем, что трудное время для них. Очень важно поддержать их морально, отметить именно их выдержку, терпение, что у них есть. И пожелать прежде всего, чтобы их дети вернулись целыми и невредими. Мероприятие прошло в уютной атмосфере. В перерывах между душевными разговорами всем женщинам, чьи сыновья и мужья сегодня защищают интересы страны на передовой, вручили памятные подарки. Поддержка земляков сегодня особенно важна для них. Альбина Аламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаево, Чекесия. В рамках программы «Безопасность. Доступна каждому». Огнеборцы второй пожарно-спасательной части Черкеска провели экскурсию по своей территории и рассказали о специфике работы пожарных и спасателей, о безопасности, об основных правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Слушателями в этот раз стали особенные дети. В гости к пожарным отправилась и Фатима Даурова. Утро во второй пожарно-спасательной части города Черкеска выдалось нестандартным. Сегодня здесь готовятся к встрече с важными гостями. Сотрудники ведомства готовят спецтехнику к обзору, проверяют детали, наводят последние штрихи перед началом экскурсии. Сегодня у нас по плану мероприятий приедут детишки с коррекционной школы первого вида города Черкеска. Будем проводить с ними беседу, инструктаж. Также экскурсия по пожарно-спасательной части номер два города Черкеска. Экскурсия в музей. И испытательная пожарная лаборатория у нас имеется на территории. Будем показывать, как применять, как наши ребята выезжают на пожар и проводят испытания. А вот и они, те, для кого сегодня так стараются огнеборцы. Воспитанники коррекционной школы, детки с нарушением слуха, особенные дети. Соответственно, и подход к ним особенный. Принимающая сторона подготовила специальный формат экскурсии, адаптированный для комфортного восприятия ребят. Здесь сотрудникам чрезвычайного ведомства помогал судопереводчик, проводник в мир звука. В первую очередь гостей познакомились с мобильной испытательно-пожарной лабораторией. Рассказали, как она работает, чем оснащена и, собственно, для чего она предназначена. Но наибольший интерес вызвала полоса препятствий, которая расположилась на спортивно-тренировочной площадке. Ребята с присущими мужскому характеру, храбростью и телеустремлённостью начали проверять на ней свои силы. Детям показали и караульное помещение, дежурно-диспетчерскую службу, а также комнату для отдыха. Самое зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. Главный экскурсовод Владимир Ботвинко, старший инженер отдела организации пожаротушения Главного управления МЧС России по республике, рассказал об имеющихся в распоряжении пожарно-спасательной части пожарных машинах и об арсенале для тушения, которыми они оснащены. Дети слушались с большим интересом и задавали интересующие их вопросы. Когда я это увидел, я не ожидал, что они такие будут, намного больше, намного больше. Но я себя удивлён. Вон там приборы какие-то в машине лежат. Но вот это мне уже интересно. Болгарка символил. Тебе понравилось всё, что ты делаешь? Да, очень нравится мне. А ты вот захотел бы стать пожарным-спасателем? Нет, если будет возможность, стану, пожалуйста, если поможет. Ну и как же без примерки? После показа предметов боевой одежды и пожарно-спасательного оборудования, видя жгучие интересы, потребность ребят всё-всё потрогать, им разрешили примерить боёвку. Так сами пожарные между собой называют спецодежду, которая не раз спасала их в критических ситуациях от ожогов. После ребята посетили музей главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии, где были представлены экспонаты и материалы, отражающие основные вехи становления чрезвычайной службы в республике, памятные фото, одежда, которые раньше носили пожарные. Вся история о тех, кто стоял и продолжает стоять на страже безопасности жителей республики. У детей какие положительные эмоции, это, наверное, всем видно. Они очень счастливы от того, что мы позволили посидеть даже за рулём такой пожарной машины. Не каждому это удаётся. Посмотрели спортивную площадку, даже попробовали преодолеть барьер. Я думаю, что это очень полезная встреча. Надеюсь, что мы будем дружить. Искренняя радость и любознательность детворы вызвала улыбки у сотрудников пожарно-спасательной части. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни работников. А ребята смогли подчерпнуть много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. На этом субботний выпуск «Вестей» завершается. Я желаю вам приятных выходных и всего доброго.